Не нужен нам берег турецкий. Уже сейчас самарцы начали бронировать путевки на новогодние каникулы. Причем спрос на внутренний туризм продолжает набирать обороты. В числе самых популярных направлений – Сочи. Затем идут региональные базы отдыха и выезды в соседние города. Новогодние каникулы планируют. Это очень радостно. В Самаре есть, конечно, что посмотреть, но многие выбирают одно, наверное, из самых популярных, даже два, наверное, самых популярных направления. Это, конечно, Казань, соседний город, потому что сказочный город по соседству с Самарой. Ну, просто грех не посетить и не посмотреть. И есть такие туристы, которые любят более активный отдых. Они выбирают, конечно, Хвалынск. Это тоже ближайший говнолыжный курорт, где есть прекрасные термы, куда все рвутся тоже попасть. А по Самаре у нас очень пользуются популярностью заезды на хаски. И есть еще тоже интересный маршрут зимний – это на гору Стрельную. Среди самых популярных международных направлений – Египет. Путевки туда разлетаются, как горячие пирожки, рассказывают туроператоры. Потому что есть прямые прилеты из Самары. Они летают достаточно часто, несколько рейсов в неделю. И по бюджету хорошая ценовая категория находится. Спрос очень высокий. И откладывать на декабрь и ближе к Новому году не стоит. Потому что многие отели уже встают в 100 популярные. И, соответственно, ближе к Новому году вы рискуете не попасть в хороший отель. Вот, улететь, возможно, вы сможете, но в хороший отель попасть, наверное, уже нет. На втором месте по популярности – Турция, а следом за ней – Мальдивы и Доминикана. Всю большую популярность набирают и автобусные туры. Они, как правило, на порядок дешевле, но при этом поездки совершаются на современных комфортабельных автобусах. Так что в качестве такие туры не теряют. В связи с эпид-обстановкой для любых путешествий, будь то международной или по стране, туристам необходим отрицательный ПЦРТ, сделанный не раньше 72 часов до отправления. Большинство стран запрашивают и сертификат о вакцинации.